сегодня мы попробуем настроить на сервере dns давайте запустим виртуальную машину make server он пошел запускаться у нас этот dns на сервере будет работать не только на сервер но и на всю сеть которая к этому сервера будет подсоединена соответственно мы поднимать будем два dns ну вы знаете есть три типа dns это primary или master и secondary или slave и третий тип это каширующий dns мастер держит зону slave это дублирует slave может быть несколько для того чтобы разгрузить и для того чтобы если мастер выйдет из строя все продолжало работать на каширующий dns он собирает запросы для того чтобы убыстрить доступ к dns клиентов ну и вообще клиент без каширующего dns сервера и работать не будет потому что он сам не умеет облазживать все всю структуру dns чтобы получить информацию и так вот у нас поднялась машина мы работаем как вы помните под пользователем которого вы создали мы сделаем следующее в начале поднимем каширующий dns проверим что он работает предоставим доступ к каширующему днс у сети сети которые подключаются к серверу и потом сконфигурируем еще primary dns как давайте терминал профиль я сделаем значит мы сделаем две вкладочки на одной вкладочке на одной вкладочке mc откроем чтобы файлы видеть а на другой команды будем вводить так давайте посмотрим как у нас сейчас работает все у нас днс сервер генерится для нашего интерфейса находится у нас вот наш файл вот этот днс сервер фактически это ваш родительский компьютер а он уже перенаправляет к тому днс который на нем прописан и ваша сеть юзернет юзер это логин ваш тут мне просто юзер вы пишете свой логин мы вначале сгенерим наш каширующий сервер каширующий сервер а потом все остальное для начала конечно установим bind и bind utils или если они уже установлены то ничего не произойдет мы используем сервер bind или программа name it называется беркли интернет name it демон наверно это один из самых классических и до сих пор развивающихся серверов есть набор других серверов которые в чем-то лучше в чем-то не лучше мы используем классический тем более мы будем использовать dhcp который хорошо взаимодействует именно с этим биндом так у нас bind utils уже есть и ставится только сервер bind так ставится становится мы проверим как у нас вообще работает dns для этого можно использовать команды из комплекта bind utils это команды дик и хост все установилось давайте мы дик ну и любой в яндекс вот что у нас тут написано у нас написано что запрос гигом шоу новой яндекс ру что мы получили информацию вот с этого dns сервера который у нас и прописан и и тут у нас на vv яндекс ру как видите сразу несколько адресов адресов так называемая round robin dns с каруселью чтобы по очереди опрашивать их как бы разбор разбрасывать нагрузку между ними в принципе установив bind мы получили файлы с которые можно уже сразу запускать наш каширующий сервис вот у нас они просто вот стира лежат иногда лежат в каталоге name it control name it control s name it вот каталог name it он пустой это у синтоза такая вещь потому что все лежит внутри каталога от стара опять control s name it conf вот конфигурационный файл в принципе он по умолчанию уже может работать как файл для каширующего dns у нас в каталоге war name it исторически этот каталог используется вар вот у нас наиматься это описывает все ротовые сервера вот . вот это есть ротовый сервер в принципе можно в любой момент получить обновить этот файл вот таким вот образом вот так вот такой запрос сделать и мы получили в принципе этот же самый файл но только с более новыми вдруг изменились какие-то адреса серверов в принципе можно его и скачать централизованно на ftp и вот у нас описывают файлы они описывают прямую и обратную зону для локальные машины прямую и обратную зону давайте мы попробуем запустить систему контролу статус неймут программа бань называется а вот программа которая запускается неймут называется исторически давайте стартанем ее и enable сделаем вот она подключилась вот опять geek bvv яндекс ru у нас с нашего внешнего дэна сервера и запуск делаем 127 0 0 1 и это уже с нашего локального сервера в принципе одна и та же информация проблема у нас следующие то что он не является сервером по умолчанию для локальной машины для этого нужно нам сделать конфигурацию можно конфигурацию сделать с помощью графического интерфейса у нас два интерфейса ethernet 0 ethernet 1 ethernet 0 у нас управляется нитворк менеджером собственно а ethernet 1 перегенерируется вагрантом поэтому нужно конфигурить ethernet 0 давайте посмотрим как он сконфигурирует вот IP версии 4 вот он system ethernet 0 называется автоматически и dns автоматически что нам нужно сделать нам нужно отключить и тут прописать dns127001 но поскольку мы договорились что мы будем делать файлы которые будут восстанавливать состояние системы то нам это нужно сделать в виде текстовой строки то есть текстовые файлы что мы у нас для нет вагране есть nmclee некий интерфейс вот его и будем использовать nmclee connection edit табуляции дописывается два раза табуляцию system ethernet 0 ethernet 0 вот у нас мы вошли в этот редактор и теперь отредактируем но во-первых давайте айпи версии 4 днс удалили текущий днс отключим автоконфигурирование днс то есть как бы повернем ползунок на выключение айпи в 4 так два раза табуляция игнора авто днс игнора авто днс yes отключили ну и теперь собственно задаем set айпи в 4 днс как 127 001 так опечатался сейф айпи айпи вышли смотрим что нибудь изменилось у нас в файле резов конф контрол с нажимаю резов конф ничего не изменилось а потому что нам нужно перезапустить еще систем контрол рестарт нетворк менеджер перестартовали смотрим файл вот файл изменился т-контрол-р сделал чтобы перечитать содержимое каталога иначе он нам выдает то что закошеровано файл изменился теперь он по умолчанию будет выдавать информацию с нашего локального каширующего сервиса но у нас в named conf прописано что он берет информацию только для локал хоста давайте мы подправим пусть он слушает на любых адресах 53 порт и запросы только с нашей сети 168 00 slash 16 . запятую обязательно сохранили давайте перезапустим старт named вот перезапустился с помощью команды lsov grub udp named udp слушает мы видим что он на локал хост слушает и на домен слушает на сервер на локал хост то есть локальный хост и сокет домен и сервер имя машины и сокет домен то есть вот он слушает для всех но что же мы еще упустили а мы упустили firewall давайте мы firewall control кмд get services вот это у нас весь список сервисов которые прописаны заранее то есть до них конфиг есть firewall или это то что у нас открытая ссэсэш до мы поэссэш можем заходить но и 3 цепи версия шесть клиент тоже это нам не актуально А нам нужно открыть DNS. Давайте откроем firewall. AdService. DNS. Добавили. Но давайте посмотрим, лист-сервисы DNS добавился, но это у нас добавился DNS на текущую сессию, чтобы он после перезагрузки тоже был. Мы добавим суперманент. Вот две таких команды. И теперь мы можем из нашей сети обращаться к нашему DNS-сервису. Вот мы каширующую часть сконфигурили. Теперь давайте мы сконфигурием первичный домен. Вот это у нас зона, которая описывает нашу локальную, мы ее используем как основу. И опять сделаем. Тут мы ее подключим, чтобы она подгружалась. f3 начал выделение, f3 закончил выделение, f5 скопировал. И назовем ее файл зоны, естественно, по имени. юзер нет, юзер опять еще, это ваш логин. f2 сохранили. move переименуем. юзер нет. лишнее удалим с помощью ctrl-y. это у нас зонный файл. зона юзер нет. type master name. так у нас. master slave. значит. forward зона. юзер нет. и никто не может обновлять ее. лишнее удаляем. ctrl-y. это у нас почти реверсная зона. dns работает. 192. 168. 1. 1. отличнее. мастер. реверсная зона. 192. 168. 1. файл так будет называться. у нас разница. работает с двумя зонами. прямой и реверсной. в принципе это просто одна и та же база данных. но проиндексирована по разным значениям. более современные сервера могут генерить реверсную зону по прямой. то есть достаточно прямого задания. он реверсную зону сгенерит. в принципе bind тоже это может. если работает с другими бэкендами. то есть не такие файлы. которые мы сейчас начнем генерить. а с базой данных. но это уже тонкости. итак. варнеймет. ctrl. o. значит. alt. o. у нас открывает такую же каталог на другой стороне. зададим с помощью f7 каталог мастер. но можно с помощью mkdir пожалуйста. fz. rz. или с помощью f7. неважно. значит. forwardную зону сделаем вот из этого. в 5. переименуем. юзер. нет. и начнем редактировать. время жизни один день. раньше указывалось только в секундах. сейчас можно в днях указывать. так. вот это у нас. наш. сервер. 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 юзер. нет. серийный номер. серийный номер. обычно задается как. текущая дата. в источном формате. то есть. год. месяц. день. и. для чего серийный номер. мы. когда меняем файл. увеличиваем серийный номер. и. по серийным номеру. вторичный сервера. узнает. что зона изменилась. и. переписывают ее себе. соответственно. это позволяет. просылать. вторичным серверам. нашу информацию. обязательно. точка. после названия. это как корень. так. давайте поставим. 2018. 0901. 1 сентября. это у нас. name. сервер. на текущий указывает. адрес. 192. 160. 68. 81. 1. это у нас. ай. пи версии 6. мы его пока. игнорировать. убьем. просто. или хотите закомментируйте ctrl-u я восстановил и закомментировать можно с помощью точки запятой дальше мы пропишем сервера в нашей зоне для того чтобы не писать полностью хвост юзернет мы зададим pragma origin с домера начинается это юзернет точка в конце и зададим сервер ns name-server адрес 192 168.1.1 вот собственно мы файл изгенерили для нашего сервера и реверсный файл который нам тоже вручную надо сгенерить из лоббека возьмем переименуем 192.168.1 ну и тут все аналогично сервер юзернет точка обязательно серийный номер сервер 0 это сервер адрес 192.168.1.1. Это нам не нужно. Закомментируем. Ну или удалить можно. Без всяких проблем. И этот адрес указывает на машину, сервер, юзернет. Ну и опять origin, чтобы писать меньше. Тут у нас опять обратный, помните, 1.168.192. 192.168.1.2.4. Это у нас такие адреса зарезервированы для реверсных зон. Ну и задаем тут первый pointer. Там был а адрес, тут pointer, указатель. Так называется. Указывать будет на ns.usernet. Вот мы собственно сгенерили наши волшебные файлы. что нам остается. Permission и поменять. Почему? Name. 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 Минус R. Старо. Name. 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 Вар. Name. Ну и. Перегенерить. Селенюксовские лейблы. Торакон. Минус. В. Эр. А. Вар. Торакон. В. 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 Торакон. Старо. Name. Все. Перегенерили. Давайте перезапустим наш сервер. System control. Restart. Name. Давайте посмотрим. так вы смотрите вот у нас вот он покритиковал на что мы не задали ему генерацию записи мастер-зона он не имеет права давайте подправим это для этого нам нужно аудит минус а вот написано что вот этот буллин надо установить давайте проверим еще get c bull минус о получить все буллин вариаут для селенюкса греб неймит вот давайте set c bull минус на set c bull один теперь посмотрим опять журнал-контрол но в принципе все нормально что можно сказать зачем нам эти переменные эти переменные позволяют сервису name отписать в зонные файлы которые в варнейм от находятся в мастер-зонные файлы потому что слейф он и так умеет писать а нам это понадобится когда мы сделаем dhcp чтобы когда вы подключался новый компьютер автоматом прописывался этот новый компьютер в мастер-зоне пока нам это конечно не нужно давайте мы посмотрим что у нас теперь с нашей зоной так дик нс так дик нс тоже хост программка считается более новая с большим количеством возможностей лист это просмотр она по большей части совпадает с программой дик только у дик более изощренная синтаксис более изощренный синтаксис но просмотрите все опции которые вам рекомендуются и напишите что они дают в результате и в конце мы в каталог vagrant зайдем и пропишем файлы для провизионинга для сервера каталог dns мы сюда скопируем все измененные нами файлы вот и в каталоге var тоже наши измененные файлы то есть мы их сохраним и небольшой скрипт сделаем вот этот скрипт что он делает устанавливает программы bind и bind utils ну или проверяет есть они или нет копирует конфигурационные файлы которые вы подготовили меняет перемещенные метки selenux конфигурацию файл 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 файла Office честника делали прямо сейчас ну и конечно все это пропишем вагрант вагранте у нас вот там где сервер конфигурируется мы пропишем чтобы он делал так вот провизионинг запускаю сервер dns gel и соответственно у нас будет начали прогоняться common а потом сервер будет прогоняться на все в результате работа наша выполнена